так доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро вот я вам сегодня сейчас сразу же откроюсь очень важный секрет вообще который мне открыл свыше не хочу с вами поделиться хочу с вами поделиться надеюсь у меня слышно хорошо видно хорошо и значит чем хочу с вами сразу поделиться в вот интересно что вот я говорю добрейшего утра доброе утро шалом и у меня внутри возникает как бы вопрос такой да а действительно ли это доброе утро такие события война идет люди страдают 4 миллиона 200 тысяч беженцев это страшно вообще то есть просто для меня вот это вот одна из самых страшных вещей в этой войне что люди 4 миллиона представьте себе 4 миллиона 200 тысяч женщин детей в основном потому что мужчины не могут выехать из украины они значит военно обязаны и получается люди женщины дети которые жили в своих квартирах жили в своих ну как-то в своей жизни они об и вынуждены покинуть из-за бомбежек вынуждены покинуть свои дома это для меня страшно очень да и в то же время я говорю доброе утро потому что мы должны утром просыпаться говорить модели фанэйка благодарен я перед тобой было хай в каям шайзарта биниш мати бэхэмла что ты вернул мне душу мою по милосердию своему велика моя меры моя вера в тебя и мы должны благословлять всевышнего там даже просто когда мы здороваемся говорим шалом алейхам мир на вас и ну вот это вот такая небольшая небольшая как бы противоречия и тут я подумал то есть вот смотрите есть например 4 миллиона 200 тысяч беженцев и есть например в мире голодает сейчас я видел цифру он я не помню цифры но по моему 18 миллионов человек голодает ну плюс минус вот такие вот цифры это африка нет еды нет воды люди умирают от болезней такими количествами что мы даже себе не представляем это не началось сегодня это происходит день за днем день за днем день за днем год за годом да и тем не менее мы не замечали этого долгое время то есть мир мир да и мы говорим друг другу доброе утро он все равно добрый то есть всевышний он все равно дает миру больше добра чем чем суда но получается что вот это вот пропорция добро суд добро суд добро суд да как любовь и страх то что священного надо служить ему со страхом и с любовью вот эта пропорция она она очень такая смешанная вот эта пропорция и вопрос на что ты обращаешь внимание его теперь вот тут секрет главный секрет есть в есть такое слово в торе да такое понятие в служении называется битуль битуль это убирание своего эго убирание своего эго и теперь когда ты то есть чем больше моё эго моё я она усиливается тем меньше радости это то что говорит всевышний что человеком который гордец я вместе рядом не нахожусь то есть когда у человека его я она раздувается то тогда тогда он как бы вытесняет всевышнего и наоборот вот смотрите если убрать свое я свои ожидания как должно быть то есть например вот я думал там урок проводить когда начинать а тут сосед вы знаете он делает ремонт делает он ремонт и вот это он очень сильно у него там прямо вот этими отборными молотками работают и когда я об этом думаю то есть я включается что такое эго я это мои ожидания от внешнего мира и от людей которые которые я как бы вот я считаю что так должно быть и чем больше у меня как должно быть моего и больше она нарушается потому что если ты расставишь всем правила вот я если полине вартанян скажу как надо фотографии ставить волосы красить как надо то как надо это то есть чем больше у меня будет как я сказал как надо тем больше будет нарушение в мире моего я сказал как надо и тем больше у меня будет не удовольствие гнева и раздражения теперь а если у меня нет никаких ожидания от мира то есть если я принимаю в то что называется всевышнего таким как он он же хозяин мира это же его мир и он он и ремонт делает он и он и там виталию котелевиц помог выбрать фотографию ну например да он же и фейсбук всевышний то есть за всей вот этой вот реальностью скрывается всегда только бог бог творец мироздания хозяин мироздания и как только я принимаю его власть над миром и его право делать его мире все что он хочет то есть это реальность я просто принимаю реальность такой какой она есть и становлюсь в этой реальности наблюдателем этой реальности и партнером для всевышнего в сотворение этой реальности а как я знаю что он от меня хочет А он мне сказал, что он от меня хочет. Это Тора. Как только я занимаю позицию, что я вместе со Всевышним делаю сейчас ремонт у соседа, так оп, он перестает делать ремонт. Представляете? Ну, отлично. Вот сразу, видите, затих. То есть, как я со Всевышним решил сделать ремонт вместе в соседней квартире, так вот сразу же. Обратите внимание, да, как хорошо получается. Вот. А если он включит, так и я включу. Это не он включит соседа, а я против. Нет, я за. Я вместе со Всевышним и соседом буду делать ремонт отбойным молотком, и мне как бы приятно, Всевышний решил сделать ремонт. Так как я могу быть против? Понятная идея. И тогда будет все время весело, радостно и хорошо житься. Вот такое вот у меня сегодня было, такое вот, как бы, понимание, почему мы утром говорим, утром мы говорим, доброе утро. Мы все равно верим, что Всевышний все делает для добра. Теперь, дальше есть очень интересное сегодня, очень интересное сегодня обретение неба на земле. Самое короткое, вот из всего, что мы все уроки мы были, всегда есть отрывок из этой книги. Он достаточно длинный. А сегодня это всего лишь две строчечки. Я их даже вырежу сейчас тоже и пошлю их в мою группу. У меня есть канал в Телеграме, в котором это именно психология, развитие, не религиозный канал. Воикра это религиозная платформа, где выступают и проводят уроки люди, которые верят в Бога, которые живут по Торе и которые хотят рассказать свой, поделиться своим опытом в жизни по Торе, выполнение заповедей. Это платформа Воикра. Есть мой урок, есть еще десятки преподавателей, которые преподают. Даже дети у нас преподают, которые живут по Торе. То есть мы хотим дать как платформа место тем, кто живет именно по Торе. То есть мы, я религиозный еврей. Кто не знает, вот у меня типа, может кто-то первый раз зашел. Я ортодоксальный религиозный еврей, который соблюдает заповеди, так как Мошер Абейну Моисей получил от Бога на горе Синай 333 года назад. Я поднялся на гору Синай, спустился со скрижалями Иисусной Торой. И вот я как раз полностью его, можно сказать, его ученик. И как народ Израиля тогда в Айамину Баашем Убамуше Абдо, они поверили тогда в Бога и в Моши, его раба, который передавал Тору. Также я вот иду по той вот, я мега, ультра, гипер, ортодокс. То есть прям ортодокс, ортодокс, 3333 года. Знаете, как основано 3333 года назад. Теперь, значит, Дмитрий Латуха, скажите, а не будучи евреем, слушай, вроде должен ли покрывать голову? Как-то так сложилось почему-то, вот я не знаю почему, что все религиозные люди, по-настоящему верующие люди в Бога, они ходят с покрытой головой. Папа Римский, возьмем даже так, я уверен, что Папа Римский, он верующий. Он верит, у него свое, я думаю, что он верит в Бога через какую-то систему, да, через христианскую систему. Но он верит в Создателя мира, это все называется авраамические религии, это все те религии, религии вера в Бога, контакт с которым установил Авраам. Папа Римский, у него такая же типа, как у меня, ну, чуть другого может быть цвета. Все верующие люди почему-то покрывают голову, почему, почему они покрывают голову, давайте подумаем. Это знак, знак, почему верующие люди покрывают голову. У евреев, у евреев вот эта штука называется ермолка, это переводится ермолка и радмолка, страх перед царем. То есть, перед царем мы покрываем голову, чтобы все время помнить, что есть над нами Бог. Но это такое объяснение, хорошее, красивое, метафоричное объяснение. В общем, так принято, это как военная форма, религиозный верующий в Бога человек, он покрывает голову. Когда он занимается святым делом, он покрывает голову. То есть, это знак уважения перед, знак уважения перед тем, что есть над нами царь, есть над нами Бог. Поэтому, должен ли, не знаю, но то, что это придаст дополнительной осознанности в изучении Торы, то есть, если вы разделите, и, например, есть такие евреи, сирийские евреи, они называются Халабим. Они евреи из Сирии, они живут, их очень много в Нью-Йорке живет, и они, значит, когда они занимаются будничными делами, у них не покрыта голова, но когда они учат Тору или молятся, они надевают кипу. То есть, у них происходит некое разделение. У ортодоксальных евреев, как я, например, да, то ортодоксальные евреи, когда ходят все время в кипе, но когда молятся, одевают сверху шляпу или талит, то есть, чтобы было еще одно покрытие, как бы выделяют. Когда ты занимаешься святостью, ты должен выделить это занятие, отделить его от будничного. Мусульмане, например, они разуваются, когда идут молиться. Мошер Абейну, когда он подошел и разговаривал с Богом возле куста, то Бог ему сказал, сними сандалии, сними сандалии, ты стоишь в святом месте. И раньше евреи тоже, когда заходили в храм, тоже разувались, омывали ноги, значит, омывали руки. Но почему сейчас евреи не разуваются? Опять же, чтобы разделить, есть храм, это более святое место, и туда можно заходить только омыв и руки, и ноги. То есть, должно быть выделение святого занятия от будничного. Поэтому, если вы, например, обычно не ходите в типе, то во время занятий женщины тоже покрывают голову, например, каким-то платочком или еще чем-то, чтобы выделить это время, что вы как бы выделяете его для себя и входите в новое пространство осознанности. Теперь отрывок из «Обретение неба на земле». Еще раз, эта книга, она показывает, как нам в этом мире на земле добавить духовности, добавить связи с небесами. Такие практические очень советы. Мне она очень нравится, я такой практик, я люблю практику. Сегодня совет очень простой. Возьмите Бога к себе в партнеры. Как взять Бога в себе в партнеры? Предложите ему 10% чистой прибыли. Он не откажется. Маосер. Маосер – это десятая часть от того, что Бог дает тебе. Теперь, вот я знаю, что Дамир, партнер, он все время спрашивал, а куда потом девать эту десятую часть? Вот ты взял, отделил, у тебя есть бизнес. Вот у меня, например, был бизнес, и из-за этих событий война, он остановился. То есть, остановился, мы сейчас не можем продавать, 4 миллиона 200 тысяч беженцев, мы открываем образование, большую часть бесплатно. Ну, то есть, остановился бизнес, да? То есть, получается, десятая часть того, что Бог мне выделял раньше, и десятая часть того, что есть сейчас, изменилась, уменьшилась. Но я знаю, что Всевышний, так как мы с ним партнеры, и я стараюсь отделять не десятую часть, а между 10 и 20 процентами я отделяю, то я знаю, что Бог мне сейчас подготовит какую-то очень хорошую, так как мы партнеры, очень хорошую, новые какие-то источники дохода, восстановит старые и так далее. То есть, я абсолютно не волнуюсь по этому поводу, потому что мы с Богом партнеры, а ему принадлежит весь мир. Теперь, куда давать десятую часть? Вот задают вопрос, куда давать десятую часть? Значит, мы учили в Перте вот, что на трех основаниях стоит мир. Мир стоит на Торе, на изучении Торы. Это связь с Богом, с Богом через изучение священных писаний. Если бы мы не изучали, мы бы не знали, что вообще, кто это Бог, как ему служить. Про десятую часть мы бы не знали. Второе. Мы бы не знали, вторая часть, на которой стоит мир, на молитве. То есть, мы Бога должны благодарить и просить. Мы знаем, что все от Него. И когда вот эта вот вторая часть нарушается, вторая основа, как три основы, на которых стоит мир. Первая основа – это знание о Боге и знание, что такое добро и зло, чтобы не отпускать это на свой разум, потому что мы видим, что кто-то может сказать, что правильно напасть на Украину. Кто-то говорит, как можно напасть на Украину. Но те, которые нападают, они считают, что они делают добро. Те, которые защищаются, они, естественно, считают, что добро на их стороне. Если мы отдадим на человеческий разум, что такое добро, что такое зло, то каждый будет говорить, что то, что я делаю, это добро. Поэтому мы должны полагаться на Тору, на божественное определение, что такое добро и что такое зло. И в божественном определении написано, что нельзя нарушать границу соседа, нельзя нападать, убивать, грабить. То есть мы понимаем, что такое зло, а что такое добро. Теперь, дальше. Вторая часть, но на одной основе невозможно, чтобы мир стоял. Вторая основа – это называется служение. Служение – это молитва. Молитва состоит из двух частей. Из трех частей. Прославление, благодарность, просьба. Прославление, просьба, благодарность. То есть три части в молитве, все это как одно и то же. Значит, если мы говорим, я сам сделаю, сейчас там армия, это гордость, и Всевышний таким не помогает. Если мы говорим, Господи, помоги всем хорошим, добрым людям защитить себя от своей жизни, свои дома, помоги людям, которых обижают, и спаси их, и сохрани, и дай им силу, и так далее, то мы молимся Всевышнему, и это вторая основа, на которой стоит мир. Третья основа, на которой стоит мир, называется добрые дела между людьми. Между людьми важно делать добрые дела, потому что если мы перестаем делать добро друг другу, то тогда Всевышний говорит, смотрите, вы же ненавидите друг друга, да, за что был разрушен храм? За беспричинную ненависть друг к другу. Так Всевышний говорит, если вы ненавидите друг друга, так делайте, вот ваша жизнь. То есть вы ненавидите, вы получаете результаты. Значит, люди должны делать добрые дела друг другу, любить друг друга, служить Всевышнему, молиться, и изучать Священное Писание, чтобы понимать, что такое добро, что такое зло, и делать добро, не делать зло. Теперь, куда давать 10%, которые Бог вам, каждому из нас дает пропитание, и в этом пропитании он дает 10%, которые мы должны, он же мы с ним партнеры, и мы должны делать на земле небо. То есть, от прибыли, от прибыли. То есть, если вам сложно считать, вот контракты и так далее, то прибыль это то, что вы забираете себе. Например, вы решили в конце месяца забрать себе 10 тысяч долларов. Вы еще не знаете, как вся система пойдет. Из этих 10 тысяч долларов, тысячу вы отдаете на десятину. Потом закончился контракт, посчитали весь контракт, посчитали прибыль. Дальше из этой прибыли 10% вы передаете за вычетом той тысячи, которую уже распределили. Понятно? То есть, понятно, да, как работает? Теперь распределяются эти деньги между этими тремя основами. В зависимости от того, как вы видите свою миссию в этом мире. И есть еще один очень важный момент. Написано так, что помоги другому в том, в чем ты хочешь, чтобы Бог помог тебе. И Бог поможет тебе. Теперь смотрите, вот на этих двух принципах стоит распределение 10%. Например, я хочу знать, как работает мир. Я хочу, чтобы Бог мне открыл полностью знание, как все работает. Я старался большую часть денег, которые Бог давал мне, помогать тем, кто изучает Тору. И одновременно я выполнял заповедь, которая называется «Гмелут Хасадим» – «Добрые дела». Потому что те, кто посвятили себя изучению Торы, они одновременно бедные. То есть, это те люди, которые живут на подаянии других людей. Поэтому они живут очень скромно, очень бедно и изучают Тору. То есть, я считал, что самая большая заповедь, раз мне Всевышний… У меня есть желание, я лично молюсь Всевышнему, я хочу понять, как работает мир. Я хочу точно знать, где добро, где зло. Как правильно жить в этом мире, выполняя волю Всевышнего. Как работает система. То есть, я прошу Всевышнего, чтобы он мне открыл истину. Вот как работает. Это моя главная, как бы, моя личная просьба ко Всевышнему и страсть. Понять, как он управляет миром, как, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Вот. Я поэтому стараюсь помогать тем, кто учит Тору, те, кто изучают, изучают вот эту вот божественную мудрость. И одновременно они же бедные. То есть, помогая им, ты выполняешь заповедь поддерживать бедных. Все. Теперь, значит, есть люди, которые хотят, вот они видят свои миссии прославления Всевышнего. Они могут, например, кто-то строить в синагоге. Но я сказал, например, вот у меня есть друг один, который такой, вот Бог дал ему там деньги, очень обеспеченные люди. Я ему когда-то сказал, я говорю, я в стены не вкладываю. Вот лично мое убеждение, что вкладывать в синагоги, в какие-то вот эти вот помпезные штуки, это не мое. И он, а он наоборот, он там очень любил, чтобы все было красивое. Но он до этого жил в Донецке, они уехали из Донецка, когда началась там война. Потом он жил в Киеве, значит, сейчас они полностью уехали в Израиль, оставили там все в Киеве. То есть, он мне говорит, ты знаешь, я понял, что если ты хочешь вкладывать в духовность, то лучше вкладывать не в стены, а в людей. То есть, поэтому то, что ты дал людям, и если они эти люди, они действительно служат Богу, то вот это вот, ну, я считаю так. Есть люди, которые наоборот, они говорят, самое главное, это Гмелут Хасадим, добрые дела. То есть, они полностью вкладывают деньги в страх, в людях, которым больно, плохо, в больных, в сирот, в бедных и так далее. То есть, есть люди, которые видят свою, как миссию в этом мире, да, помогать таким людям. И отлично, прекрасно, я знаю, что таких людей очень много, намного больше, чем людей, которые понимают важность изучения Торы. Поэтому я лично для себя поддерживаю тех, кто изучает Тору, а я точно уверен, вот у меня сейчас есть множество знакомых, которые поддерживают беженцев, физически поддерживают, собирают на них деньги, отправляют им еду, одежду и так далее. То есть, они больше понимают, чем я материальный мир, и они видят абсолютно справедливо свою миссию помогать людям в материальности. Это тоже помощь, это тоже богоугодное дело, это тоже эти 10%, они можно туда их отдавать. То есть, принцип понятен, а дальше выбирайте. Первый принцип, это должно быть, и есть еще один важный принцип. Когда вы даете деньги эти, да, это не ваши деньги, это деньги Всевышнего. И если люди, если вы как бы присваиваете себе, присваиваете себе, говорите, это я помог, то это неправильно. То есть, если вы, если вы, значит, говорите, что это деньги, это Бог вам помогает, это не я помогаю, я только здесь передаю эти деньги. Вот это правильный подход. И Всевышний тогда через вас начинает давать больше и больше. Теперь насчет фондов. Вопрос, опять же, главный вопрос, это то, что понимают ли те люди, которые занимаются благотворительностью, что это идет от Всевышнего, или не понимают. То есть, есть люди, которые искренне считают, что благотворительность это поддерживать, например, там пропаганду ЛГБТ, да, девы и лесбиянок. Но это против Бога. То есть, это конкретно Бог сказал, что я против этого. Пойдитесь и размножайтесь. Мир должен идти по системе, в которой есть мужчина, есть женщина, есть папа, есть мама, есть семья, есть дети. Все. Нет никаких изменений в этом. Не может быть. То есть, это все, ну, никак оно не вписывается в божественное праведение, ну, в божественное управление миром. Теперь, но те люди, которые помогают этим людям и лесбиянкам, они считают, что они делают добро. Они считают, что пропаганда, сделать как можно больше людей таким, это добро. Если вы такому фонду помогаете, то это не помощь, это преступление против Бога. Все. То есть, и то, что человек думает, что он делает добро, по факту это зло. То есть, вот так вот надо к этому подходить. То есть, если вы даете, потому что вы считаете, что надо помогать, вы делаете добро себе, потому что вы себя как бы тешите. Я хочу помогать, я помогаю. Если вы помогаете, потому что Бог сказал помогать, и потому что вы верите в то, что есть у вас душа, есть Бог, есть система, то тогда вы эти 10% это не ваше. Вы служите Богу, вы передатчик, вы партнер Всевышнего. И вы просто передаете, выполняете свою работу. Когда вы туда придете, у вас будет в вашем зачете действие правильное, что вы выполняли заповедь, помогать людям. Все. Теперь, значит, давайте всем советую взять Бога в партнеры. Эти 10% можно своим временем давать, например, да, прийти, помочь и так далее. Но всегда говорите, это не я вам помогаю, это Всевышний помогает. Я здесь только просто передатчик, как бы, я ангел. Просто говорите, я ангел Всевышнего, я здесь как бы на работе. Все. Теперь, значит, кусочек у нас еще остался. Сегодня мы долго говорили, важная действительно тема, как помогать, кому помогать. Значит, сегодня в недельной главе, в отрывке рассказывается о том, как определяется язва проказы на домах. И, значит, Всевышний посылал на дома тоже вот эту язву проказы. Я хочу очень внимание уделить двум вещам, которые здесь скрыты. Первая вещь, которая здесь скрыта, что когда у человека в доме появлялись вот эти вот пятна красного или зеленого света на стенах, то он шел к священнику и приглашал его, чтобы священник определил, это язва, это проказа или не проказа. И в Торе подчеркнуто, что придет тот, придет человек к священнослужителю и скажет ему, священнику, как будто язва показалась у меня в доме. Лемор Кенега не рали, бабай, показалось мне, что у меня язва. Даже если он уверен на тысячу процентов, что это язва, он не может сказать, я уверен, потому что определяет только священник. То есть и в Талмуде есть очень важное вот тут правило такое, приучи свой язык говорить, я не знаю. Не будьте на сто процентов уверены ни в чем, потому что этот мир настолько, этот мир называется, мир лжи. И даже если там те сказали, те сказали, то есть это мир лжи, и добавляйте к своим словам, всегда кажется, мне вот он так сказал, он так считает, и мне на базе того, что он так сказал, откуда он знает, я не знаю. Но мне кажется вот так. И если вы привыкнете не быть слишком уверенным в своем мнении, вам будет намного легче. То есть вы будете совершенно спокойно, расслабленно принимать мнение других людей. реальность, вы будете понимать, насколько, как знаете, есть анекдот, когда папа сына учит и говорит, сынок, ты не можешь ни в чем быть абсолютно уверенным, потому что абсолютно уверены в своей правоте только идиоты. Сын спрашивает, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно, абсолютно точно. То есть даже человек, который знает это, он все равно попадает в эту ловушку, и он, говоря какие-то вещи, которые просто мнение, а он в них уверен, как будто бы это правда. Теперь дальше. Это первая такая маленькая, маленькая, как сказать, урок, который мы можем выучить, и сказалось бы, там, проказа на домах, этого сейчас нет. Но мы вот и стора можем учить, для нас тоже большие уроки. И вторая очень важная вещь, что очень часто бывало так, очень часто бывало так, что после того, как вытаскивали те камни, разрушали то место, где была язва, там находили, там находили что? Тайники с золотом. И отсюда мы учим очень интересный урок, что иногда для того, чтобы человек мог найти в себе какие-то уникальные силы, какие-то уникальные возможности, для того, чтобы перейти на следующую ступень в своем развитии, Всевышнему приходится нам дать вначале язва, болезнь, война, какие-то страшные события. Только это то, что потом говорил Ницше, такой был философ, он говорил то, что не убивает человека, а делает его сильнее. То есть, когда человек попадает в потрясение, если он выходит из него, он выходит иногда намного сильнее. И точно так же иногда Всевышнему, для того, чтобы человек раскаялся, вернулся к Богу, перешел на следующий уровень в своем духовном развитии, ему для этого нужно, нужно ему для этого дать какое-то потрясение, напряжение, боль, язва, проказа и так далее. И после этого, когда человек выходит из этой ямы, он взлетает на следующий уровень в своем духовном развитии. Чего, в принципе, я всем нам желаю, чтобы вот эти события, которые сейчас происходят, война, беженцы, сосед делает ремонт и просто долбит с утра до ночи отбойным молотком, что рассматривать все вот эти вот потрясения мы должны как знак Всевышнего, урок Всевышнего, подарок Всевышнего, который дает нам возможность на что-то обратить внимание и перейти на следующий уровень в своем духовном развитии. Все, желаю всем добра, счастья, успехов, благополучия и чтобы мы брали Всевышнего в партнера, и он через нас помогал другим людям, и чтобы эти 10%, которые мы передаем, превратились в тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы долларов для кого-то, ну и чтобы вам тоже осталось хорошо. Все, удачи, успехов. Счастливо. Счастливо. Счастливо.